скоро будем кушать плов нужно срочно что-то делать меня запустят каким-то сапогом не распробовала, надо еще попробовать и пловика, пловика вкусно узбекский, не узбекский не могу поднять друзья, всем привет сегодня я начинаю готовить очень вкусный плов скорее всего его можно назвать даже узбекским, он уже приготовился, а как его готовить если вам понравится, смотрите после этого вступления сегодня я хочу кушать плов хороший узбекский плов в баранине, с вкусной молодой, но очень мясистой бараниной очаг для казана я уже расшел курчка у меня нет поэтому я срезал жирок с жирных частей барашка и добавляю жирок я немного подзолотил, я его достаю сегодня плов у меня будет из грудинки и задней ноги я всегда советую, что плов лучше делать конечно же из лопатки но на лопатку у меня огромные планы она будет здесь же приготовлена в яме, скоро вы об этом узнаете а пока я обжариваю кусочки грудинки и заднюю ногу, которую я порезал на кусочки как я уже говорил раньше я не кидаю сначала лук, а потом мясо потому что у меня есть свои правила приготовления плова может быть он называется и не узбекский но все равно получается очень вкусный я сначала обжариваю мясо и косточки а потом уже добавляю лук очень удобно выкладывать кусочки мяса после обжарки на крышку казана она большая, это громадная тарелка или саж обжариваю я на максимальном огне чтобы мясо быстро-быстро схватилось и подзолотилось главное здесь умеренность, чтобы корочка была не слишком толстая и мясо не начало пересушиваться но в то же время всегда помните об огне потому что он может в самый неподходящий момент стать не таким сильным для того чтобы масло в казане быстро нагрелось после очередной партии мяса я его направляю на стенки казана так оно моментально разогревается и влага которая была в соке мяса уходит из масла вот такая красивая золотистая корочка получается на мяске мяско я уже обжарил, обалденное, классное, очень быстро обжаривается чистейшая вырезка, хотя это задняя нагабаратка лук я нарезал очень крупными полукольцами вот такой толщины для того чтобы он не горел и выкладываю весь лук сюда лук уже хорошо обжарился я сюда выкладываю мяско лук Сейчас кусочки мяса пропитаются с ароматом жареного лука и жиром, который там остался. Мясо и лучок прогрелись, и теперь я высыпаю морковку. Морковку я режу вот такими лепесточками, как получится, потому что именно так я кушал фулов в Узбекистане, в Сашкенте. Сейчас морковка начнет прогреваться. Морковка потихонечку прогревается паром, который поднимается снизу. Я уже все перемешиваю. Скоро будем кушать фулов. Морковка слегка обжарилась, и я выливаю сюда холодную фильтрованную воду. Я заранее положил одну большую чурочку, которая будет очень медленно тлеть и давать маленькую низкую температуру, чтобы зирвак, который будет вариться, еле-еле булькал. То, что мы сейчас делаем, называется зирвак. Это смесь мяса, лука, морковки, пряностей и чесночка. Правильные пропорции для хорошего узбекского плова такие. Один килограмм мяса, один килограмм риса, один килограмм морковки и несколько луковиц. Около грамм 300-400. Но я никогда эти пропорции не выдерживаю. У меня всегда мясо и морковки больше, а риса меньше. И сейчас у меня три с половиной килограмма мяса. Это хорошая задняя нога барашка. Вы его уже видели, я его разделывал. Два с половиной килограмма морковки и килограмм риса. И немного лука. Сейчас последние тонкие веточки прогорят и булька не уменьшится. А я закладываю сюда перемолотый свежий черный перец и кориан. Это я все сделал заранее. Теперь просто высыпаю. И солю. Солить нужно так, чтобы зирвак был как будто бы слегка пересоленный. Потому что когда я добавлю рис, я уже соль добавлять не буду. Это зира. Зиру я растираю между ладошками, чтобы она раскрыла свой аромат. Без зиры никакого плова не получится. Зирвак варится. Зирвак варится. Я добавляю сюда сушеный острый перец. Это слишком сильное бульканье. Такого быть не должно. Нужно срочно что-то делать. Конечно же, никакой плов не будет пловом без чесночка. Зирвак уже сварился. Я сюда добавляю небольшую щепотку шафрана. Вообще, правильно шафран разводить в горячем бульоне и настаивать минут 5-10. Но из-за того, что у меня очень мало зирвака, поэтому бульона нет и я не буду мазывать посуду. Я очень много проводил экспериментов с рисом. Какой же все-таки рис лучше для хорошего вкусного плова? Узбекского или неузбекского? Я готовил из деф-зиры разных сортов, из басмаки пропаренного и непропаренного. И больше всего мне нравится результат басмаки пропаренной. Но все равно я промыл его раз-пять водичкой, чтобы весь крахмал снуть. И высыпаю рис в зирвак. Из-за того, что зирвак варился очень мало, чесночок я положил чуть позже, потому что мне пришлось еще идти его искать, то я чеснок не достаю из зирвака. А вообще его нужно доставать, чтобы он не переваривался. Я разравниваю рис по поверхности казана. И ждем, когда он начнет впитывать воду, а она начнет выкипать. Весь зирвак впитался в рис. Я его разравниваю и накрываю крышкой. И делаю так, чтобы он вообще не бурькал, чтобы медленно-медленно рис распаривался. В очаге под казаном уже все полностью потухло. Но здесь еще слышно легкое-легкое шипение. Или не слышно. Плов уже готов. Я вот так беру его, насыщаю воздухом. Сейчас погода очень резко изменилась. Поднялся ветер, стало прохладно. Поэтому плов будет очень быстро остывать. А сейчас у меня смесь пшеничного дистиллята вместе с овсом и ячменем. Сейчас уже погода прохладная, поэтому напиток можно не слишком охлаждать. И все будет очень гармонично балансировать. Хороший самогон из зерновых и обалденный плов из баранинки. Как вкусно пахнет! К плову даже не нужна никакая закуска. Это сразу и закуска, и еда. Все так красиво. Столько много мяса. Такие прекрасно сваренные рисинки. Вот так они хорошенечко рассыпаются. Все ровненькие, длинненькие. А аромат какой! Цвет, благодаря тому, что я добавил шафран, стал вот таким золотистым. Из-за того, что было много морковки, хорошая морковка, дала тоже свой цвет и аромат. Сама текстура риса замечательная. Каждое зернышко можно слышать. Они не разварились, но в то же время у них такая легкая-легкая упругость. Все супер! Вот это кусочки грудинки. Я грудинку обожаю, но сейчас ее не буду кушать, потому что она требует времени. А я, конечно, попробую кусочек задней ножки. Вот такие хорошие кусочки мяса. Как пахнет! Ммм, вкусненькая! Ириса. А чесночок, это вообще отдельная история. Настолько вкусно, у меня уже глаза разбегаются на все стороны, потому что мне со всех сторон машин. Давай, заканчивай, мы тоже хотим. Я еще хочу один раз показать, что все-таки смесь из зерновых вистиллятов или зерновой самогон, это очень классная штука. Как я его делаю, смотрите, ссылочка вот здесь сверху. Отлично! И пловика, пловика. Если я прямо сейчас не закончу, меня запустят каким-то сапогом. Друзья, если вам понравилось мое видео, пишите комментарии, ставьте лайки, вот такие, обязательно громадные, вот такие громадные-громадные лайки ставьте. Подписывайтесь на мой канал, ссылочка вот здесь внизу. Рядышком есть колокольчик, нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место. Спасибо. Спасибо.